14 сентября в Брестском кинотеатре Беларуси состоялся премьерный показ исторической драмы режиссера Андрея Хрулева «На другом берегу». Мест в Большом зале кинотеатра нет, а все потому, что фильм вызвал неподдельный изрез у брестской публики. Действие исторической драмы с элементами мелодрамы и боевика с первых секунд показа перенесли каждого зрителя в 20-е годы прошлого столетия и рассказали о непростом периоде, когда после Рижского мирного договора западная часть Беларуси перешла к Польше. Авторы сумели передать через эмоции всю боль белорусского народа и попытки отстоять собственную культуру, язык и веру. За эти годы, так называемый второй рейндж посполитый, белорусов так и не сумели сломить. Наши предки боролись, боролись и 17 сентября 1939 года пришло освобождение. Начался поход Красной Армии на земли Западной Беларуси. Затем было народное собрание, воссоединение. Белорусская Советская Республика – это государство белорусов, которое объединило все этнические земли нашего народа. И вот этот период с 1921 по 1939 год наполнен увлекательными сюжетами, авантюрными, яркими, драматическими, трагическими. Это история борьбы, история любви, история сопротивления, история воссоединения. И наверняка наши творцы будут еще не раз обращаться к этим сюжетам, как и обращались много лет до того. Потому что эта история, она наполнена энергетикой, энергетикой, свойственной белорусам, поскольку раскрывает лучшие черты нашего народа. Кинолента снята в лучших традициях белорусского кино. В ней отражена любовь к своей истории, к своей нации, к своей родине. Этот фильм не только привлекает внимание к актуальным вопросам, но и дает возможность окунуться в историю своей страны, понять ее сложности и проблемы. Как отметили зрители, автор постарался через фильм донести историческую правду, чувство гордости за людей, которые в тех условиях не переставали бороться за независимость и единство. Показать, насколько многогранна история нашей страны и насколько тернист был путь к единству ее народа и независимости. Наш фильм ни в коей мере не претендует на историческую достоверность. Это все же художественный фильм. Но события, которые показаны в картине, могли происходить в ту пору. Они отражают дух того времени, атмосферу, настроение. Хочется еще отметить своевременность выхода картины на экран и ее актуальность. Посмотрите, опять на западных рубежах неспокойно. Опять Польша поднимает голову и с вожделением смотрит на крест исходный. История повторяется. А ход ее развития зависит от нас с вами, от нашего знания о истории своей страны, от нашей исторической памяти. Фильм «На другом берегу» – это как раз тот случай, когда поход в кино дает возможность углубить свои познания в историю родной страны. Задуматься о том, насколько цена жизнь в суверенном государстве и каким должен быть человек в современном обществе. Фильм очень серьезный, познавательный. В этом фильме мне показалось, что нам, вообще всем зрителям, которые смотрели этот фильм, надо задуматься над тем, чтобы наш мир такой крупный сохранить, сохранить, поблагодарить всех-всех режиссеров, во-первых, артистов, всех, которые участвовали в этом фильме, которые очень хорошо играли. И вообще фильм тяжелый, есть над чем задуматься, есть над чем учиться. И поблагодарить тех, которые сражались, чтобы мы жили хорошо, чтобы был мир во всем мире. Фильм очень тяжелый, заставляя задуматься о единственном белорусском народе, о том, что не зря была пролита кровь, в 1921 году в том числе. На самом деле, белорус фильм удивил, фильм очень понравился. Накануне дня праздника, дня единения, очень важного праздника для всех белорусов, как на западной, так и на восточной территории. Вот, всем рекомендую. Анастасия Мелешкиевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.